Неприступные, неизвестные, неприкасаемые. Так можно охарактеризовать женщин российского диктатора. Пострадала ли семья Путина и что потеряла из-за санкций, расскажем далее. Все дочери Путина являются миллиардершами. Раскрывать журналистам подробности жизни главных женщин хозяин Кремля категорически отказывается. Старшая дочь Мария Владимировна Воронцова, одна из богатейших россиянок. Правда, об этом никто не знает. Она врач, детский эндокринолог, сотрудник эндокринологического центра в Москве и совладелица компании на МЭКа. Проект поддерживают крупные игроки и чиновники. Его стоимость оценивается в 40 миллиардов рублей. Это как минимум может дать возможность здравоохранению перераспределить свой ресурс. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем царя. Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее и вы поймете. Еще в студенческие годы Мария уже вела зажиточную жизнь. Например, поездки на яхтах класса люкс. Училась она в МГУ. Конечно же, прекрасно была отличницей. Правда, лекции девушка не посещала. Занималась индивидуально. Уже тогда студентка-отличница любила роскошно жить и часто ездила с подругами в Монте-Карло, Италию и Испанию, где ее видели на роскошных частных яхтах. После окончания университета она устроилась аспирантка в Институт детской эндокринологии, который построили за два года до ее выпуска. Постройку его Дмитрий Медведев держал на особым контроле. Это в условиях, когда у нас есть целый ряд ограничений, прежде чем финансово. Первую любовь она нашла в таком ненавистном западе в Нидерландах. Какое-то время парочка жила в пригороде Амстердама в пентхаусе стоимостью 700 тысяч евро. Есть информация, что Воронцова развелась с ним еще задолго до войны в Украине и поэтому переехала в Москву, где и нашла себе нового избранника. В Штатах Мария имела активы, которые уже заморожены из-за санкций. Впрочем, папа Путин так упаковал своих девочек и в России, что жить в роскоши им приходится тут. И это правда. Они живут в России и никогда никуда на постоянное жительство не выезжали. У Воронцовой множество домовых квартир в России. Квартира в Москве на Новинском бульваре у нее давно. Ходят слухи, что она все еще там живет. Дом этот охраняет ФСО. А возят ее, конечно же, с мигалками. Катерина Владимировна Тихонова. Она же младшая дочь Путина. Тихонова родилась в Дрездене, где ее отец работал во внешней разведке КГБ. Сегодня Катерина занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит Фондом национального интеллектуального развития. Совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва. Если говорить о Катерине Тихоновой, то это человек, который получил своего распоряжения целый институт. Она защищала диссертацию под руководством Садовневчева, ректора МГУ. Это беспрецедентный совершенно случай. Среди увлечений Тихонова – японская кухня и акробатический рок-н-ролл. На мировом чемпионате по этому виду спорта в 2013 году в Швейцарии она с партнером заняла пятое место. Милое хобби Катеньке обошлось россиянам в миллиарды рублей. Ведь и Путин, недолго думая, построил центр акробатического рок-н-ролла «Жаворонки», площадь которого 24 тысячи квадратных метров. Как вы уже поняли, именно в этой школе училась танцам Катерина. С первым избранником Екатерина развелась, успев нажить себе дом на Рублевке, особняк во французском Биорице, общей стоимостью более 20 миллионов евро и хорошие машины. Но в 2018 году пара развелась. Новым любимым Тихоновой стал российский артист балета Игорь Зеленский. Они достаточно часто летали за границу чартерными рейсами в Мюнхен, где жил Зеленский и руководил баварским государственным балетом. Спутнику Екатерины также повезло, ведь с 2018 года Игорь Зеленский входит в наблюдательный совет фонда «Национальное культурное наследие», на который Путин выделил 120 миллиардов рублей. С начала полномасштабной войны, конечно же, летать в Мюнхен дочь Путина не может. Где она сейчас со своим избранником никто точно не знает. Но можно догадаться, что если активы за границей под санкциями, то на Рублевке все стабильно хорошо. Также под санкциями прозябает особняк за 4,5 миллиона евро во Франции. Куда тоже теперь не поедешь. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное. А вот кому повезло больше – это бывшей жене Путина. Ведь немалое состояние Людмилы у Жени Путина и за границей под санкции не попало. Ни Артур Очередный, ни ныне Очередная Людмила не попали до сих пор под санкции. У нее, как и у младшей дочери, есть вилла во Франции. Кстати, недалеко от нее за почти 6 миллионов евро. На востоке Швейцарии есть вилла с прекрасным видом на горы стоимостью более полутора миллионов евро. Людмила Путина также любит бывать в Испании, где у нее есть целых две квартиры. Это действительно было нашим общим решением. Как вы могли заметить, Путин никогда не жалел на своих женщин денег и щедро одаривал каждую. К примеру, любовница диктатора Алина Кабаева. У нее и ее семьи недвижимости на миллиарды евро. В России у нее есть дом, цена которого около 5 миллионов евро. На ее бабулечку записано два дома на Рублевке стоимостью одного 7 миллионов 800 тысяч евро. А также квартиры, подаренные друзьями Путина в элитных домах Москвы. Когда бабушка приходит, говорит адвокату, имею ли я право? Он говорит, имеешь бабушка. Что касается Европы, она осталась без права на въезд и с закрытыми счетами. Но недвижимость Кабаевой за границей оформлена на ту же бабушку, поэтому пока что ее не опечатали. Иногда так хорошо, что даже боишься, что тебе так хорошо. Все любимые женщины Путина с удовольствием продолжают жить на широкую ногу, правда уже в России. Но как долго протянет Путин и как после его смерти сложится их судьба под санкциями и всемирным презрением, мы увидим позже. Давайте посчитаем. Я что, до столет, что ли, здесь буду сеять? Нет, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!